всем привет с вами андрей у нас шатер пиксель данжен на прохождение мага по сиду мы в прошлой серии остановились на том что мы шлюпнули босса тенгу вот у нас получается зачарование скорости тут слепняк у нас получается безделушка пространственные часы время до 7 утра скорость рогов увеличена респаум точнее это хорошо покачаемся заодно у нас как раз до 7 утра сейчас собственно брать мы скорее всего будем боевого мага я так думаю у нас еще три места есть наличие нам конечно же не хватит их одно место побежим выложим предметы у нас 900 монет собственно торговцы вот торговец на палочке отлично он скорость 900 монет шикарно продаем получается все лишнее сразу забежим заберем остатки зелье холода нужно будет забрать просто чтобы он полежал и не мешал вот как-то так так у нас тут будут маги у нас тут будет магический урон поэтому ожидать стоит всего чего угодно у нас по монетам 200 монет минималка 150 750 свитки карта вторая карта рассеивание опознания два ментальных зрения и лечение на дротике у нас очищение который конечно же не работает на наших любимых мобах собственно убедимся что это не мими заберем кольчугу заодно и толкнем нашему любимому торговцу единственному и неповторимому на текущем уровне посмотрим что у нас здесь есть кто у нас за враги наш персонаж проголодался по еде у нас два рациона есть принципе мы можем себе пока это позволить сейчас приполз громила давайте поедем это пробили немножко накинем химика это у нас вдохновленный чемпион один из самых мощных из этой компании потому что он будет регенерироваться не регенерировать он будет что ты будешь делать вдохновленный чемпион будет уклоняться очень часто учитывая то что у него скорость плюс один от нашей текущей мы от него просто не убежим собственно подождем пару ходов а мы берем вдох собственно боевого бага можно было конечно здесь что другое мы возьмем боевого мага на боевой магии обязательно качаем артефакты ну можно качать тут в принципе выстрел плюс 3 на последнем заряде как говорится последнее дыхание то что тоже неплохо ну и бонусный урон при выстреле тоже стоит качать у нас получается всего 8 а прокировка работает если с союзником играете то есть для нас она бесполезна а что касаемо избыточный заряд щиты за использование посоха ну это максимальное получается 10 собственно 10 на 2 это 20 щита при выстреле 1 но это у нас очень редко будет происходить поэтому для нас это не особо полезно отчаянная сила да неплохо дополнительные заряды плюс перезарядка артефактов поэтому берем на максимум также потом возьмем отчаянную силу и собственно урон с руки ближняя атака после выстрела наносит дополнительный урон подождем пока посмотрим что это у нас это у нас мимик кстати говоря можно его сразу притянуть давайте его притянем к себе чтобы он не расслаблялся мимик окоченел уже из-за того что мимик окоченел мы можем ему нанести дополнительный урон каской дополнительный а урон не будет дополнительным мы просто будем чуть чаще ходить из-за того что мимик чуть реже ходит ходим по камням для того чтобы сто процентов не наступить на ловушку по ловушке мы не знаем где она конкретно кастуем на себя защиту для того чтобы просто чуть дольше пожить у нас есть два контроля это маг сложно сказать что тут делать с магом по идее надо кастовать до очарования на него собственно подрались с магом забрали левитацию маку они дальнобойные ребята поэтому если вы не зачаровали бы его либо как-то не убрали ему обзор например с помощью ослепления того маги бы вам напомнили о себе берсерк громилу в гневе бить не стоит получается в ярости так называемая поэтому просто убегаем пускай он там развлекается сам собой качаем урон обязательно потому что дополнительно урон получается ближняя атака посоху после выстрела несет 16 процентов и накладывает бонусный эффект на силу посоха 50 процентов на силу посоха это в принципе неплохо поэтому я думаю должно в целом быть неплохо запертая дверь у нас нет ключа в данный момент для того чтобы ее открыть поэтому будем искать мы слегка проголодались и тут как раз наш ключик как вы помните в дверях у нас меньше шансов уклониться поэтому в дверях стараемся не драться с мобами исключение это если вы уверены в том что могу вам по вам нужно попадать поэтому двигаемся это огонь собственно у нас нет палочки огня поэтому нужно использовать собственно зелья холода зелья холода нужно кидать туда где нет зелий в данном случае токсичный газ и его нужно в противоположную сторону кидать либо использовать палочку холода трава холода не поможет потому что она просто сгорит усилили свою физ защиту благодаря стражу у нас получается плюс 40 брони уже у нас присутствует момент давайте у нас сейчас персонаж пока еще проголодается давайте его покормим вот четыре свитка улучшения в идеале их потратить на следующую нашу броню но мы пока ее не нашли анг у нас присутствует поэтому нам в идеале купить бы еду мне в комментариях рекомендовали боевой посад зачаровать на скорость в принципе эта мысль интересная будет поэтому я думаю ничего плохого от скорости точно мы не получим проблема в том что вот тут вот нам бы помогла рокировка из того что наш гнилостраж подошел к нам вплотную мы сейчас очень-очень много урона получим то есть вот это вот гнилостраж нас просто тупо зажал одно радость с ним смогли поменяться для этого нам не понадобилось страж упал наша защита полностью рассыпалась нам повезло что мы с ним смогли поменяться 1-1 а не на дистанции открываем это у нас могилка ну в принципе могилку собственно призраки имеют очень высокий шанс уклонения чем выше уровень получается подземелья тем выше шанс уклонения тем самым вам нужно как вообще активировать могилы чтобы минимальное количество призраков вы встаете к могиле таким образом чтобы вокруг вас было максимальное количество стен ну либо твердых предметов которые не пробиваются в случае это статуя с левой стороны и за спиной у меня стоит собственно стена мы встаем спиной к стене и с левой стороны у нас статуя можно также стать вот сюда в принципе особо разницы нет встаем и призывая открываем могилку это латная броня это шикарно атака либо физа но по площади нанесет им урон латная броня копирование это шикарная броня на самом деле она в любом случае она подойдет нам единственное нужно снять с нее чары точнее не чары а проклятие внимание у нас уже 7 зарядов здесь в идеале нам бы снять проклятием я поэтому думаю мы просто бы улучшать свитки улучшения как вы видите здесь маг нарисовался давайте его подождем но как нам пошел что удивительно давайте руками упали цветок улучшения проклятие упало но копирование не упало на самом деле копирование это очень плохо но оно нам больше веселья даст в этом вопросе мы получается влили если только один свиток соответственно это у нас плюс 17 у нас как вы помните сила в данный момент 14 соответственно мы пока не можем одевать текущую броню мы можем также еще слить плюс 2 свитка это у нас получается будет еще минус 1 то и точнее 3 свитка у нас получает получится плюс 16 то есть в теории мы на текущем этаже полностью сможем переодеться в эту броню если сможем найти базилия силы максимально быстро поэтому улучшаем успех вне зависимости от его грейда проклятие упало в кой-то веке мы в теории могли бы уже одевать то есть в данный момент доспех как я думаю он плюс 16 почему потому что я влил в него 4 свитка улучшения почему именно плюс 16 потому что первое лучше свиток улучшения снимает на единицу то есть силы то есть силы снимает единицу то сейчас она она получается 18 мы с первым цветка улучшения сняли единицу стал 17 потом еще плюс 3 цветка улучшения она стала уже 16 следующая цифра чтобы снять силу нужно это будет еще уже 6 вложить сюда все достаточно много также можно снять силу с помощью зелья силы если вам покажу получается рецептик вот он зелья мастерства она сбивает силу на две выбранный доспех но опять же это подходит зелья мастерства в основном воину если вы играете по крайней мере за него она очень-очень хорошо зашла бы по понятным причинам на лицо очень сильно сходишь по понятным причинам были не готовы это растущий чемпион поэтому нам с ним нужно драться очень-очень аккуратно у нас очень мало здоровья из-за того что мы сильно проседаем по нему давайте наверное выпьем зелье исцеления у нас их 12 штук 1 от 1 избавиться вы помните в дверях стоять нам нет смысла все собственно начинаем его мансить для того чтобы он в ярости в свои грани он не не снес нам пол лица это гигантский чемпион вампир еще и гигантский это прям огромный ужас но мы его будем контролить и из-за этого я надеюсь у нас получится с ним подраться гигантский чемпион чем хороши на них можно зарегенерировать обратить внимание у вас уже 14 алхимик можно зарегенерировать артефакты за счет чего за счет способности мистический заряд который дает нам полтора хода перезарядки артефакта то есть если бы у нас был бы еще плюс один артефакт мы бы смогли регенерировать быстрее регенерировать собственно маг давайте к нему вплотную подойдем защиту и будем с ним драться мы забрали мага вообще по открытым лучше проверять по и на предмет ловушек особенно если вам подсказывает сама игра на предмет того что у вас могут быть огромное количество ловушек на уровне поэтому очень важно их проверять нашли солнечник нашли еще росинки собственно нашли дверь видим то что здесь пусто забрали исцеление это получается у нас уже 12 опять посмотрим весь текущий уровень мы в принципе его исследовали в целом можно двигаться дальше у нас а 300 монет но это достаточно мало для нас конечно жалко у нас нет ударных палочек имеется ввиду массовых ударных палочек и как палочка взрывной волны палочка огня либо палочка коррозии хотя бы даже та же палочка дезинтеграции нам бы очень сильно помогла но в любом случае у нас и пока есть что есть двигаться дальше следующий этаж нам очень много написали сводами в большинстве случаев то есть первая строчка скорее всего это воздушный уровень очень наличие смертельной опасности это испытание чемпионы солнечные часы но это солнечные часы я вам показывал в самом начале это у меня такая реликвия где у меня количество мобов респау это ловушка стражи она создается огромное количество стражи ну-ка сказать огромный вам обычно шутки 3 не больше собственно маг это у нас вдохновленный чемпион с ним нужно драться в дверях не бить его желательно магией потому что мы по нему физой просто не попадем потому что он является вдохновленным и высоким уклонением собственно нас повесили я давайте посмотрим насколько на пять ходов ну я вам не думаю что сильно критично яд наносит две единицы урона как вы помните у меня стоит получается магическое зрение тем самым мы видим таракана ну на для нас конечно это не актуальная информация но все-таки благодаря щиту мы выжили против его яда количество мобов прямо начинает зашкаливать откровенно нам бы в идеале сделать воду давайте посмотрим сколько стоит сделать воду я имею ду экстракт водянистости для этого нужно использовать зелье грозовых туч а зелье грозовых туч у нас делается из зелья левитации то есть собственно 4 и 8 соответственно 12 сделаем 12 у нас как раз 15 зарядов давайте сварим делаем собственно а также в идеале сделать антигравитацию но она очень очень дорого стоит мы пока не готовы к такой сумме этому делаем экстракт водянистости для чего он нужен для того чтобы просто скидывать мобов с пустоты либо в пустоту как угодно назовите чтобы избавиться от паутины вам нужно бросить любой твердый предмет чтобы избавиться от этой компании нам нужно просто их столкнуть вода чем хороша она если у вас есть скорость на на воде называемая руна амфибия очень полезная вещь собственно смотрим по сундуку это мимик то есть она мне смысл взаимодействовать мы видим еще одного мозга мы по нему не попали ну как вы понимаете стражу хана мы слишком слабые для текущего этажа нам бы в идеале забить мимика дистанционно мимик сто процентов пойдет к нам потому что он наверняка в курсе где мы находимся следующее использование призовет стража нам это не нужно поэтому используем на себя защиту используем ударную палочку собственно громила и тут у нас присутствует как вы видите громила очень больно бьет хотя даже он не в ярости присутствует но тут видимо от уровня идет громила уже в ярости мы не деремся с яростью потому что ну ярость это очень болезненная штука нам она очень много урона нанесет мы от мага просто убегаем потому что нам нечем с ним драться убегаем от мага я понимаю что хотелось бы подобрать зелье но у нас нет такой возможности поэтому поставим на него защиту на себя для того чтобы мы могли просто пережить его удары он по понятным причинам нас будет кидать паутину на то он и таракан пещерный предельщик он нас кинул я давайте защиту на себя так собственно снимаем забираем зелье которое здесь лежит это невидимость это гигантский чемпион это ужасно он нас скорее всего пробьет давайте уберем зелье исцеления как вы помните летучие мысли имеют высокий шанс уклониться поэтому качаем усиленный удар и дальше просто посильнее бить после выстрела после выстрела именно после посильнее бить мобов а гигантский чемпион он растущий называется но факт то что вырастает до огромных размеров и тем самым вы просто вам будет очень очень тяжело просто него драться особенно если он вы его убили не самом начале то есть красненький такой посмотрим что у нас тут телепортация телепортация хорошо рассеиванием тоже неплохо неопознанный свиток нужен ли нам свиток я думаю что нет поэтому пока пропускаем по зельям собственно ускорение до холод ну холод нам не особо нужен нужно ли нам дублирующие зелье берем ускорение обязательно оно нам понадобится чуть позже рассеивание либо телепортация телепортация хороша благодаря телепортации можно отбрасывать от себя могу сейчас покажу этот рецепт ну вот он собственно этот рецепт сейчас он где же где же где же где же ты я правда не особо часто используем она все-таки это крайне эффективный рецепт он в большинстве случаев очень очень сильно помогает собственно вот он называется искажение делается из телепортации 10 энергии искажение на чем полезно вы можете как себя телепортировать так и телепортировать врагов от себя то есть если вас например зажали и вы ни хрена не сделать не можете вы кастуете искажение на врага он от вас улетает понятное дело что он не может не далеко улететь но все таки факт остается фактом у нас есть ли свитки у нас нет свитков футляра имеется ввиду соответственно нам не особо полезно будет свитки но опять же тоже искажение для нас был конечно поинтереснее также тут есть шанс но тут вот в этих рандомных местах собственно то если вы понимаете о чем я тут на с левой стороны получается три зелья и с правой стороны три свитка с левой стороны в теории последним третьим свитком может быть свиток это скорее всего превращение а зелье это может быть зельем опыта опыт нам в принципе не особо нужен но хотелось бы конечно его забрать но у нас нет такой возможности у нас присутствует ключ и присутствует таракан мы его видим почему-то давайте постреляем по нему он нас конечно же кидает свою чудо-чудо паутина улучшение улучшения в теории будем скорее всего сейчас на палочку кидать чтобы мы могли чуть сильнее пробивать мобов отступим от таракана для того чтобы таракан драться с ним на опережение на скинули я давайте с ним себя яд в виде щита с яростью мы не деремся как вы помните потому что ярость вас скорее всего убьет просто тупо это маг а смог мы в принципе нихрена не сделаем поэтому тут сложно сказать что конкретно можно сделать давайте его очаруем он нас увидел но это не важно давайте подеремся с мамой за этой сказке на тебя щит наш пас наш немножко проголодался мы подобрали цветок улучшения у вас цветок улучшения не горит поэтому вы его можете использовать не боясь то что он сгорит у вас нашли изделия силы первые в какой-то веке я уж думал мы его не найдем собственно нашли еще один ключик давайте чуть позже определимся с тем что мы будем открывать когда у нас их будет два собственно громила интересно то есть магическая стрела прошла сквозь текстуру а вот второй не прошла как видите бессмысленно драться с громилой очень большой урон собственно это боевая статуя живой живая статуя у нее меч холода нам принципе он не нужен но мы можем его тоже попытаться забрать для того чтобы он просто нам отдал свое золото с этого меча разумеется поэтому давайте его наверное согрим с холодом драться нельзя в воде иначе он вам наваляет поэтому делайте что угодно но не уберитесь с холодом в воде забрали меч холода он конечно же будет лучше чем наш текущий давайте сделаем себе прыжок а вообще он нам нужен сейчас или нет давайте прыжок пока не будем делать если он у каждого не понадобится то мы сделаем его я просто думаю какие ловушки то могут быть я просто знаете конкретно ловушки из-за этого как вы видите очень много пустоты на собственно большое количество могил давайте активируем крайнюю нам тут дали свиток свитка это хорошо свиток нам в любом случае подойдет поэтому забираем это опознание опознание то шикарно на самом деле опознание можно использовать в нескольких апостасиях опознание можно использовать как получается камни интуиции использовать как свиток предсказаний собственно как свиток опознания как свиток предсказания он вам расскажет сейчас я вам покажу вам этот свиток что вы имели представление вот он собственно предмет из инвентаря рандомные точнее не не из инвентаря не будут они могут быть рандомные но может быть также из инвентаря потому что я они у вас могут просто в наличии также собственно опознание открытие тайны одного предмета, например той же латной брони, на самом деле нам было бы интереснее посмотреть. В идеале тут открывать сразу два, чтобы минимальное количество призраков у нас было. В идеале, конечно, использовать магию, но у нас, как я сказал, у нас ударной магии нет. Сюда кто-то идет, дверь была дернулась. Да, это было у нас получается антимагический чемпион, на самом деле это хреново, поэтому нам с ней придется драться только руками. А чтобы вы понимали, антимагического чемпиона, антимагический чемпион получают 50% меньше урона и совершенно неуязвимы к магии. То есть мы его просто в два раза дольше бить будем. Это что-то подобие гигантов, синеньких таких чемпионов, но гиганты они, получается, только в одной комнате могут сидеть, и они дальше одной комнаты не уйдут. Как видите, этот громил очень больно бьет даже при своей никчемности. У нас зажал его собрат, и громила перешел в ярость. А их что-то очень много стало здесь. Нам бы в идеале эту компанию сбросить отсюда. Давайте попробуем так сделать. У нас не получилось никого сбросить. Как вы помните, с яростью мы не деремся. Делайте что угодно, но с яростью играться нельзя. Как вы видите, он очень больно бьет, и следующий удар нас, скорее всего, добьет, потому что, ну, высокий шанс того, что он это сделает. Поэтому используем на себя либо щиты, что лучше всего, и с ним продолжаем драться. С яростью мы не деремся. Давайте поедим. У нас два хрустальных ключа присутствуют. Как вариант, можно попробовать открыть. рандомный предмет. Посмотрим, что нам уже будет. Собственно, это маг. С магом драться нам только вплотную. Для этого давать ему либо слепоту и подползать к нему, либо есть у способности, например, у воина метания. Либо можно использовать, собственно, ботинки природы для того, чтобы ослепить ваших врагов. По телепортации, в принципе, я думаю, телепортации неплохо. Брать искажение или брать астральный проход? Свиток прохода просто чем удобнее, но вы можете вернуться к магазину очень быстро за 6 единиц маны. Но для контроля, конечно, нам бы в идеале... Для лучшего контроля, разумеется, нам бы в идеале сделать... Собственно... Где она у нас? Вот она называется искажение. Ну, проход нам в любом случае нужен будет для того, чтобы мы могли вернуться на первый этаж. Посмотреть. У нас, во-первых, нужно продать будет 3... Эти... 3 оружия, 3 секиру. Собственно, будет клинок и меч холда. Собственно, зелья холда нам, в принципе, особо не нужно будет. Вот зелья опыта нам было бы интересно. Но, опять же, у нас нет места под свитки. Там, если будет еще, получается, 2 свитка, то для нас они, в принципе, будут занимать какое-то место. Давайте прожмем, наверное, опознание на латную, для того, чтобы просто иметь представление о том... Либо не прожимать на латную, подождать на следующие ходы. Давайте прожмем... Она у нас плюс 4. Тем самым, нам осталось сюда влить плюс 2. Либо просто подождать до следующей силы. У нас она будет 16. Мы как раз... Собственно, давайте заберем телепортацию. И заберем, собственно, рассеивание. Пускай оно будет. Оно, конечно, нам погоду особо не забудет. Свариваем, делаем, собственно, именно искажение, для того, чтобы телепортировать от себя мобов как можно дальше. Таракан, которого мы не добили в прошлый раз. Он пытается нам тут отомстить. Громила, который приморожен, как вы видите. Мы можем его безнаказанно расстрелять. На самом деле, это очень классная способность. Такая способность есть у посоха. Получается, восстановление. Вы просто, грубо говоря, прививаете существо к месту. Тем самым, оно вам ни хрена сделать не может. Очень полезная вещь. Как вы видите, мы еще не все исследовали. Еще один таракан. Давайте таракана еще убьем. Покатаем его. Он нам дал яд. Но яд против наших сработает, потому что нам у него все равно будет. Как вы видите, у нас количество здоровья не такое большое, как хотелось бы, честно говоря. Поэтому мы будем двигаться дальше. Я думаю, нам нет смысла рисковать своим здоровьем. Благодаря у нас есть возможность восстановить его. Мы восстановим его. А ловушку стражей также можно активировать. Из-за того, чтобы просто забрать, что нам приготовили. Собственно, это просто переход. Он ничем не примечательный. Давайте активируем ловушку стражи. И подождем, кто к нам приползет. Собственно, страж, он у вас с чем? Страж у нас с арбалетом. На самом деле, арбалет неплохое оружие. Но проблема арбалета в том, что без дротиков арбалет будет бесполезен. Сейчас пьем на себя защиту, для того, чтобы нас не пробивало. Как вы видите, нам бы в идеале оттолкнуть стража было. Потому что следующий идет гнол громила с очень сильными дебафами. Он и так очень больно бьет. А под красным цветом он там вообще капец как больно будет бить. Нам бы в идеале от него избавиться. Давайте его выкинем с помощью воды. Попробуем. У нас не получилось его выкинуть с помощью воды. Телепортировать его нельзя, потому что нам нужно его убить. Как бы смешно не звучало, нам просто нужно его убить. Да. Тут нас сильно пробивает очень. Давайте его перейдем. Как вы понимаете. Ух ты блин. Нам нужно просто убить этого громилу красного. Потому что у нас вариантов особо нет. что-то. Вместе с вами, как вы понимаете. Избивание мобов идет массовое. В идеале мага нужно отсюда выкинуть. Но маг очень быстро должен упасть. Поэтому давайте его забьем. Постойм у себя защиту. Потому что нет массового урона. Вот мне чего не нравится. Массового урона никакого нету. Нам его просто не дают. Либо хотя бы какой-то урон прямой. Чтобы хоть как-то посильнее бить. Но у нас есть способность. Собственно про нее не стоит забывать усиленный удар. Ближняя атака посоха после выстрела им. Давайте заберем органет. И собственно будем двигаться дальше. На следующий этаж. Наличие смертельной опасности. Но нам оно не актуально. Собственно я думаю мы пока на этом закончим. Все в принципе не идет. Не сказать что хорошо. Но и не особо плохо. Поэтому всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.